Друзья, всем привет! Сегодня у меня несколько советов моделям, а точнее начинающим моделям, потому что, как правило, профессиональные модели уже все эти пункты давно знают и давно уже учли в своей работе. У меня свой бренд одежды, и на моих съемках участвовало много различных девушек-моделей, как начинающих, так профессиональных, так и просто девочек, которые пробовали себя в качестве моделей. Итак, первый, я считаю, очень важный пункт, я его выделила, самым главным – это не опаздывать. Во-первых, это деньги, то есть время – это деньги, которые заплачены за студию, которые оплачены фотографу и так далее. Плюс к этому, если девочка-модель опаздывает, соответственно, время работы уменьшается, все начинают нервничать, торопиться, и это очень сильно влияет на качество работы, на конечный результат. Поэтому не опаздываем, а лучше приходим минут на 10 пораньше условленного времени. Следующий пункт – это отсутствие парфюма и присутствие дезодоранта. Все мы знаем, что те вещи, которые участвуют в съемках, они, как правило, потом идут в продажу, и они должны быть в первоначальном виде и не иметь посторонних запахов. Поэтому не используем парфюм, ни туалетную воду, ни духи, и дезодорант в идеале должен быть нейтрального запаха. То есть вообще без него. Такие есть. Следующий момент, о котором, наверное, слышали уже все, и модели, и не модели, что на съемках белье должно быть бежевого телесного цвета. И вроде как об этом все знают, но почему-то на моих съемках девочки приходили и в красном, и в зеленом, и в черном белье, и других цветов из нашей палитры. Следующее, это наши телефоны, а точнее их отсутствие на съемочной площадке. Если вы не ждете супер важного звонка, от которого у вас очень многое зависит в вашей жизни, ваши телефоны должны быть оставлены в вашей сумочке и выключены, точнее поставлены на беззвучный режим. У меня был момент, когда девочка участвовала на коммерческой основе. Во-первых, она опоздала, а во-вторых, когда нужно было ее во время съемки передевать, она взяла свой телефон и вместо того, чтобы переодеваться, она начала снимать себе сториз. Это неприятные моменты, поэтому, пожалуйста, если вы хотите сотрудничество постоянное с вашими заказчиками, то, конечно, такое делать нельзя. Следующий пункт, это ваше хорошее настроение. Если у нас что-то случилось, а у нас у каждого что-то периодически случается, какие-то неприятности в нашей жизни, у нас у каждого бывает плохое настроение и тому подобное, то все это должно оставаться вне съемочной площадки. Как только мы заходим на съемочную площадку, весь негатив мы оставляем за ее пределами. На всякий случай на съемку носите с собой расческу, носочки капроновые и красную помаду. Это не всегда может понадобиться на съемке, но иногда это бывает просто жизненно необходимо. Вот, в принципе, и все. Если вы хотите долгосрочного сотрудничества с вашими заказчиками, обязательно прислушайтесь к этим советам. А я вам желаю удачи. Пока!